Для того, чтобы планировать свое ближайшее будущее и уверенно развиваться, нужно проанализировать все сделанное за прошлый год, внести необходимые изменения в работу и двигаться дальше, добиваясь новых успехов. И в этом велика роль сессии Советов сельских поселений. Первая отчетная сессия состоялась в Маевском сельском поселении. В сессии Совета Маевского сельского поселения приняли участие депутаты, представители общественности, жители. С отчетным докладом выступил глава поселения Андрей Дмитриченко, который подчеркнул, что в минувшем году, несмотря на все сложности, связанные с ограничительными мерами в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, администрация сделала очень многое, что было намечено. Он рассказал о наиболее значимых проблемах, которые удалось решить за прошлый год, уделяя особое внимание дорогам. За счет вступления администрации Маевского сельского поселения в 2019 году в Краевую программу развития сети автомобильных дорог Краснодарского края в прошедшем году были заосфортированы следующие улицы. Улица Комсомольская, Хутор Сибирь, улица Центральная, Хутор Маевский. Проведен капитальный ремонт тротуара по улице Мира, улица Молодежная, Хуторе Сибирь. Протяженность заосфортированных в 2020 году дорог составила 1 км 94 метра. Также хотелось бы отметить, что в прошедшем году администрация Маевского сельского поселения уделала огромное внимание безопасности дорожного движения. На территории поселения заменены на энергосберегающие 65 ламп уличного освещения. Установлена новая линия по улице Садовой. Увеличено количество фонарей на улицах Красноармейской, Зеленой, Школьной, в Хуторе Маевском. Администрация взяла на себя обязательство, чтобы у нас было не хуже, чем в городе. Также развивались и площадки спортивные, и парки. На данный момент, в прошлом году мы построили парк в Хуторе Сербин. В этом году мы планируем строительство стадиона в Хуторе Маевском. Также мы вступили в программу капитального ремонта дорог Красноарского края. У нас полностью по Сербину. У нас все дороги сейчас будут в асфальте. В этом году мы, можно сказать, закончим ремонт Сербина и переходим на Маевский. Очень много уделяется внимания и молодежной политике. Сейчас мы строим молодежный центр, который будем открывать, и при нем будет открыт стрелковый клуб. В принципе, администрация нацелена на то, чтобы люди чувствовали себя комфортно. За последнее время в поселении происходят зримые изменения к лучшему. И это видят местные жители, что их, конечно, радует. У нас здесь работник с молодежью и с населением. В принципе, все, которые к нам приходят, мы стараемся полностью их выполнить. Если у нас что-то не получается, в принципе, мы всегда обращаемся за помощью в район. А район в этом вопросе всегда нас поддерживает. Нельзя считать, что Маевский отдельно, район отдельно. Нет. Без них у нас бы не получилась работы. То есть все обращения, которые мы не можем выполнить, мы всегда обращаемся к ним и ждем от них помощи. И они всегда помогают в этом направлении. Так что тут это слаженная работа, в принципе. И вот хочется поблагодарить Романа Ивановича Сенеговского, потому что он с чептильным этим вопросом относится и всегда идет навстречу. И в молодежной политике, и во всех мероприятиях, которые мы хотим провести. Глава Славянского района Роман Сенеговский отметил, что в поселении Слажен работает одна команда, которая правильно понимает, на что нужно обращать особое внимание в своей работе. Я хотел бы заострить внимание, что основные деньги, конечно, вот три, наверное, основные программы, которые я услышал, выделили нам в администрации края. Конечно, при инициативе администрации сельского поселения. И мне приятно, что вот Андрей Евгеньевич, он не так давно работает, но он сумел, наверное, объединить вокруг себя и депутатов, и казачества, и жителей, и актив поселения. Я не вижу вот разлада и шатания. А когда мы вместе работаем, наверное, вот много у нас получается. Было слышно вот из выступления, что и по дорогам, по ремонту гравийных дорог много было выполнено. И по уличному освещению что-то получается, и по тротуарам. Глава Славянского района Роман Синеговский рассказал об основных итогах социально-экономического развития района за минувший год. 2020 год стал непростым периодом из-за пандемии. Однако все основные планы, важные для жителей, для территорий, поселений, реализованы в полном объеме, благодаря действию национальных проектов, региональных и муниципальных программ. Мы приняли участие в 10 краевых программах, 4 национальных проектах. Это образование, безопасные и качественные автомобильные дороги, демография, жилье и городская среда. В результате общий объем доходов бюджета района с учетом краевой и федеральной помощи составил 2 миллиарда 757 миллионов рублей. Это позволило построить детские сады и спортплощадки, медицинские учреждения, выполнить большие объемы благоустройства в городе и сельских поселениях, решить многие вопросы по обращениям граждан. Во всех поселениях выполнены плановые показатели по формированию бюджетов, собранные средства, направленные на благоустройство и развитие социальной сферы поселков, станиц и хуторов. Глава Славянского района доложил, что было построено и отремонтировано за год. А это новые корпуса детских садов, парки, спортивные и детские игровые площадки, стадион, фельдшерско-акушерский пункт и офис врача общей практики. По всему району отремонтировано свыше 130 километров дорог в асфальтобетонном и гравийном исполнении. Роман Сенеговский поблагодарил жителей, депутатов и предпринимателей Маевского сельского поселения за сотрудничество с властью в решении вопросов местного значения. Собравшиеся на отчетную сессию жители поселения положительно воспринимают все изменения к лучшему, которые происходят на их глазах. На сегодняшний момент жители поселения довольны. К нам проводится оптоволокно, то есть у нас на подходе ремонт клуба, фаб новые открыли, открываются памятники на хуторе Троицком. То есть видно, что поселение живет, развивается. У нас рядом открылся перерабатывающий цех московской плодовощной фабрики консервирования. У нас имеется школа, детский сад. И плюс к тому же у нас постоянно происходит, ну, жители местные занимаются выращиванием сельскохозкультур и продажей. Поэтому работа есть. Молодые депутаты Маевского сельского поселения активно содействуем развитию. От себя стараемся привлечь что-то новое, какие-то, особенно в молодежной политике, в патриотическом воспитании молодежи. И все, что от себя возможно, мы делаем для развития наших хуторов. Так мы вручили нашей казачьей школе шашки для фланкирования в 2020 году. Мы установили памятник, памятный камень в хуторе Троицком казакам-основателям хуторов. И показываем молодежи, даст связь между поколениями. За этот год было сделано очень-очень много. Планы у нас грандиозные, большие, на будущее большие перспективы. Но на сегодняшний день, почему признана удовлетворительная работа, потому что мы все общими усилиями стремились к этому. И я думаю, задачи, которые были поставлены в прошлом году, они практически все были выполнены. В тесной связке стали работать с администрацией Маевского поселения совместно с казачьихом. Казаки у нас везде участвуют, во всех мероприятиях. Это начиная от субботников и от строительства каких-то там памятников, парков и прочее, прочее, прочее. В планах на этот год продолжить реализацию государственных и муниципальных программ, заниматься вопросами благоустройства. В хуторе Маевском обустроят стадион, в хуторе Сербин в новом парке оборудуют спортивную зону. Также будут решать вопросы водоснабжения и газификации населенных пунктов. Одна из первоочередных задач, которую необходимо решить – ремонт 30-го детского сада, который был построен в 1967 году и сейчас находится в аварийном состоянии из-за образовавшейся трещины. В настоящее время детский сад не работает. Дети направлены в другие образовательные учреждения. Районная администрация посодействует в решении этого вопроса. Сделают заключение, эксперты, да, на основании этого заключения сделаем проект и уже по проекту посчитаем, сколько стоит. Мы считаем это чрезвычайная ситуация, я вам уже сказал, и максимально быстро будем восстанавливать. В ходе отчетной сессии жители смогли задать интересующие их вопросы. Все поступившие обращения взяты на контроль для решения. В конце встречи местные депутаты приступили к голосованию. По итогам отчета работа главы и администрации Маевского сельского поселения депутатами и жителями признана удовлетворительной. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...